В Петербурге осень. Клёну, золотому её символу, посвящена экскурсия в ботаническом саду. Для неё отобрали 30 видов самых красивых в это время года растений. Обычно все осенью собирают кленовые лисы, там такие гербарии домашние делают, между страницами вкладывают в книги. Поэтому родилась такая идея – осенью показать людям клёны. Кроме привычного астролистного клёна, в природе существует 150 различных его видов. В ботаническом саду их 55. Около двух веков собирали эту коллекцию. Саженцы привозили из Китая, Японии, Европы и Америки. Они отличаются размером, окраской и формой листа. Например, это невысокое дерево – клен татарский, введён в культуру здесь, на Аптекарском острове, с 19 века. Если мы посмотрим на его листик, то на клен он совсем не похож. Но если посмотрим на семена, то узнаём характерные кленовые крылатки. Вот они. У всех кленов они именно такие. Там угол может быть разный, то есть более развернутый, более острый, но у всех они присутствуют. Из-за суровой зимы не все деревья приживаются. Пять лет они проходят акклиматизацию в питомнике и только после этого их высаживают в открытый грунт. Здесь – бородатые и пенсильванские полосатые клены. Мне кажется, что листья у этого клена очень похожи на липовые листья, очень необычной формы. Сады и парки в эти дни становятся любимым местом отдыха петербуржцев. Я с удовольствием погуляла по ботаническому саду, набрала листочки. Сейчас приду домой, поставлю их в вазочку, буду любоваться сейчас и всю зиму до следующего сезона. Художники пытаются запечатлеть буйство красок на холсте, а музыканты – наполнить своей музыкой прозрачный воздух октября. Но самую большую радость желтые листья приносят детворе. Они без устали готовы собирать их в кучи, играть и бегать среди них. Это красные листья и очень красивые. Мы сочинили даже танец. НТД Санкт-Петербург, Россия НТД Санкт-Петербург, Россия